В Республиканской больнице внедрён новый метод операции на щитовидной железе с помощью нейронавигатора. Высокотехнологичное оборудование помогает избежать осложнений и сократить время оперативного вмешательства. О методе расскажет Татьяна Иванова. Хирурги удаляют щитовидную железу, когда лекарства уже не помогают, и размер органа достигает до больших размеров. У пациентки диффузно-токсический зоб уже 15 лет, и лечение эффекта не давало. Врачи приняли решение полностью удалить железу. Во время операции хирург использует нейронавигатор. Нейронавигация – это новое слово, скажем так, в медицине, новые технологии, высокие технологии, позволяющие визуализировать нервные структуры, идущие около щитовидной железы и к щитовидной железе. Электрод прикладывается к тканям, и если рядом находится нерв, прибор издаёт сигнал. Как будто сам нерв кричит «Не трогай меня!». При операции на щитовидной железе можно повредить гортанные нервы. И если орган гигантских размеров, то нередко развивается серьёзное осложнение – порез гортанных нервов примерно в 15% случаев. Нейромониторинг позволяет избежать этого. Когда уже непосредственно хирург во время операции может манипулировать и видеть эти нервы, а очень часто бывает так, что даже нервы не задеты, бывает так называемое тракционное осложнение, просто он его буквально сместил в сторону. Даже если он обладает очень хорошими хирургическими навыками, всё равно эти нервы повреждаются. А благодаря вот этой технике нервомониторинга он видит амплитуду этого нерва и видит, что он его, по крайней мере, не задевает спокойно и его отодвигает уже нетравматично. Повреждение гортанных нервов приводит к изменению голоса и даже его потере. Поэтому некоторые пациенты отказываются от операции. Но сейчас этот риск сведён к минимуму. Хирурги Республиканской больницы при удалении щитовидки демонстрируют высший пилотаж.